Ценовая ситуация в регионе под постоянным контролем областных властей. Особое внимание уделяют продуктам питания. Где они дешевле, на рынке или в супермаркете, выяснял председатель облгосадминистрации Александр Пиклушенко. Это крытый рынок с 1 мая. Здесь работает оптовая торговая овощная площадка, так что можно сэкономить на количестве. На входе председателя облгосадминистрации встречает директор рынка. Александр Пиклушенко интересуется ценами на так называемый борщевой набор. Директор говорит, мясо немного подешевело. Продавец помидоров подтверждает, цены ниже, чем в прошлом году, но все равно берут мало. На сегодняшний день помидоры я могу дать 15 гривен, а в том году было 25. 25? 15 и 20? День и тут денег. Понятно. По сравнению с прошлым годом на пару гривен поднялись цены на привозной картофель, но все равно продукция из соседних областей дешевле местной. То есть ажиотажа нету, да? Нет. Итак, еще раз. Полтавская, 5,50, 10 местная. Проблемы с картошкой нету, да? Нету, покупательского спроса нету, денег нету в людей. Услышал, спасибо. Александра Пиклушенко интересует цены на домашнюю птицу и молоко. Цитрусовые заходят в мясной павильон и ряды с трикотажем. Для сравнения приезжает в недавно открывшийся супермаркет. Смотри, картофель дешевле, чем на рынке. Да, он хуже по качеству. Определенным людям он подойдет. Разница в цене особо незаметна. Другая эстетика и от недостатка покупателей не страдают. Зато есть другие проблемы. Создается проблема как бы очереди, постоянная на кассу. То есть сейчас будем смотреть, выходить с предложением. Вечером очень много людей, в принципе. Центр получился современный, актуальный, сделан для людей. Он очень удобный, несмотря на его многоэтажность, на его высоту. Он совершенно удобный для посещения, для нахождения в нем, для перемещения по этажам. Здесь пять ровных этажей, но вы на пятый этаж поднимаетесь в течение нескольких секунд. У нас скоростные лифты панорамно, как вы видели. То есть в этом плане никаких проблем нет. Хотя в супермаркете и комфортнее, чем на базаре, председатель облгосадминистрации уверен, рынки работают и будут работать. По крайней мере, там действительно можно приобрести аутентичный продукт из села, а не с фабрики. Чтобы избежать колебания цен, в области и дальше собираются использовать проверенные методы. Завозить товары из соседних областей и устраивать ярмарки для производителей.